Лишил меня украинского гражданства, но я оставался постоянным жителем Украины. У меня не было другого места постоянного жительства, и сейчас нет, кроме Украины. Нельзя было меня лишать гражданства, это было против всех юридических норм. Но даже лишив гражданства, в том числе используя мои фальшивые подписи, отделанные в здании администрации председателя, я оставался постоянным жителем Украины. Я вернулся в Украину на законных основаниях, как ее постоянный житель. У меня не было ни в одной другой стране постоянного жительства. Прямо в Украине мне выдали временный документ, который действовал до марта, и его должны были в марте опять продлевать. То есть вчера у меня был легальный документ, пока уже из-за этого меня не могли быть говорить. Более того, отказ от статуса мы обжаловали по касации, и пока шла касация, это следующие несколько месяцев. Даже если бы я не был постоянным жителем, меня нельзя было выдворить. Но я был постоянным жителем, и меня вообще нельзя было выдворять из Украины. Это нарушение всех юридических норм. Это первое. Второе. По проказу Порошенко в декабре прошлого года я был арестован таким же методом, как вчера был захвачен, с применением грубой силы. И мне предъявили обвинение в государственном перевороте, в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и получение денег от некого Курчева, который я не знаю, жизнь не знал, и знать не хочу, и никакого отношения, естественно, к нему не имел. Если человек обменяет в государственном перевороте, а судья сразу отняла это, отпустила меня, судья Лазер, Галлиса Цокола, и сказала, что все тело фейковое, и меня нельзя посадить не под домашний арест, то если человек обменяет в государственном перевороте, его не изгоняют из страны, настолько нужно не уважать законы, настолько надо быть полным, неучим, есть прекрасное уколоистское слово, навыглость, чтобы выставить из страны человека, обменяемого в тяжелых преступлениях, против той страны. Я хочу спросить Луценко, который сейчас уже отбежевывается от этой выставки, хотя в Украине этот уголовный преступник несколько дней тому назад предъявил публичный ультиматум, или сам поедешь в Голландию, или вы у тебя насильного экстрадируем грузию. Как сейчас я буду являться на судебное заседание? Я же преступник, да? Вы в Верховной Раде объявили, оказывается, что я, и мультики показывали, что я хотел свергнуть власть в Украине, что я брал деньги у русских. меня будут судить в Украине или нет? Как я сейчас попаду в украинский суд? Или вы хотите меня объявить сейчас в розыск? Я их хочу спросить. Вот я тут, я говорю, заберите меня обратно в Украину, я хочу, чтобы меня судили в Украине. Как бездипломный прокурор на это будет отвечать? Что будет с этим фейковым уголовным делом, по которому нет ни одного свидетеля, по которому телефонный так называемый разговор оказался монтажом, и это признала фактически прокуратура? На бумаге прямо. Как с этим уголовным делом? Каким образом будет решаться дальше уголовное дело? То есть Порошенко наплевать на законы Украины. Ну, них одно. Для себя все полная безакония, а для врагов полный беспредел. Подумайте о том, что когда они 4 дня тому назад меня пытались в первый раз похитить в Вермонте, все их службы говорили, мы ни при чем. Саакашир показалась, парахаботы, это специальные животные виртуального мира, утверждали, что у меня мания преследования, что мне показалось, что меня хотели схватить. Об этом же сказала прокуратура и все государственные службы. Так вот, я хочу сказать. Дорогие украинцы, вам и управляют патологически врунные брехуны. Люди, которые так жрали 4 дня тому назад по конкретному факту попытки моего захвата, не заслуживают быть управленцем великой страны. И последнее. Убрал Саакашир, то есть меня из Украины, физически, Порошенко рассчитывает, что он лишился того политического оппонента, которого он больше всего боится. Фактам того, что он больше всего меня боится, более чем достаточно. Он сначала зарегистрировал нашу партию Рух Новых Сил, другого человека, которого переименовали Михаила Саакашу и Министерство юстиции это сделал. Он лишил меня гражданства. Он не пускал меня в Украину под надуманными предлогами. Он сфальсифицировал вместе с Луценко уголовное дело против меня. И сейчас он незаконно меня выкинул в физические страны. Он меня очень боится. И боится он меня не потому, что у меня есть деньги или армия, или какие-то мощные структуры за мной. Он не боится, потому что меня невозможно купить. Я с ними не договариваюсь. Я никогда в жизни не договариваюсь с самковыми ватными элементами, олигархами и коррупционными элементами. Вся моя жизнь посвящена борьбе против них. Я отказался с ними договариваться в Одессе. Если бы я был в шоколаде сейчас, у меня было бы пуху, если бы я делал то, что Порошенко меня призывал делать в Одессе. Часто заниматься, как он говорил, фандрейзингом у одесских бизнесменов, то есть вымогательством. Это то, что он мне говорил лично много раз, занимаясь мандрезингом. Я отказался это делать. Я отказался закрывать глаза на его злодеяния и коррупцию. Поэтому попытка избавиться меня как от украинского политика обречена. Я был и остаюсь украинским политиком, так же, как являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство. Я буду... Знаете, у меня вчера, после вчерашнего очень боится валить шея, потому что они всячески меня душили всю дорогу, как шариковы. Так вот, я хочу сказать, шея у меня пройдет, а шею украинскому олигархату вместе с украинским народом мы свернем. Я им обещаю, мы свернем шею Ахметову, этому убийце хладнокровному из 90-х, который продолжает убивать украинцев ежедневно через тарифы, мы свернем шею Порошенко и это Банди, мы свернем шею Луценко, и Луценко пойдет туда, на этот раз заслуженно, откуда его один раз выпустили, и кружка у него есть, слава богу, не надо будет на его кружку тратиться, тюремная. и все они поедут не в Польшу, потому что Европа их не примет. Они поедут не в эту ужасную текстатуру, потому что вряд ли они даже их хотят. Они пойдут в украинскую тюрьму. Благо, у меня есть опыт, как эти тюны функционируют. Я думаю, как раз там их самое место переехать из своих дворцов позднее кончезарства в украинскую тюрьму. И это я обещаю. Петр Алексеевич вам, Юрий Витальевич вам, бандиту Арсену Авакову-3, Ахмедову-4, и всем остальным, которые выполняют их фрязные приказы. Это первый раз. Вторая история, что с каких это пор? Как раз вчера исполнилось, я не знаю, сколько лет, когда из Советского Союза выгнали Солженицы. Другая была эпоха. Точно так же его арестовали, схватили и выгнали из Советского Союза. Точно так же лишали гражданства других советских диссидентов. И Порошенко типичный продукт Бессарабской советской системы, Молдавской социалистической республики. А он, когда мы учились в университете, был молдаванином. Это молдавский барыга, который захватил власть в Украине. Я очень люблю молдаван, не против них. Просто смешно, когда молдаване лишают грузинок гражданству. Так вот, как типичный продукт Молдавской социалистической республики Советского Союза, он мыслит в советских категориях. Так вот, очень серьезно ошибаетесь, Петр Алексеевич. При современных технологиях, при коммуникациях, при возможности людей передвигаться, и слава богу, у нас есть безвиз. Я буду практически почти так же эффективен в Европе в ближайшие недели, как и был бы в Украине. В Украине, наоборот, меня каждый день преследовали, за мной следили, постоянно устраивали провокации, постоянно записывали, постоянно применяли физическую силу, арестовывали. А здесь я на свободе. Европа свободна. И Украина будет свободной. И свободный Саакашвилин для вас в 10 раз более опасен, чем даже тот, которого вы преследовали в Украине. Поэтому, юридически я буду добиваться, точно так же, как они незаконно меня выгнали из Украины. Точно так же, Польша может потребовать реадмиссию в любой момент меня в Украину, кстати, но даже если оставить этот вопрос в стороне, я уверен, мы вместе с нашими друзьями, мы вместе организуем массовое протестное движение, которое стоит намного сильнее, оно уже есть в Украине, и мы мирно отодвинем олигархов от власти. Да, они сами не уйдут, да, они будут сопротивляться, но когда надо будет на улицах миллион, их никто не будет спрашивать, если они хотят уходить или нет. Своими, своим собственной ногой Порошенко из своего дворца в изолятор на Оскольдово не перейдет, там, где я сидел. Я сидел, кстати, в камере Луценко больше. Хорошая камера. Я думаю, что они заслужили такую комфортную. Они обязательно попадут в тюрьму. И это движение будет расширяться. Я найду момент, когда не мог физически присоединиться на территорию Украины, а до того в ближайшую неделю я буду активно работать с Европарламентом, с европейским политиком, с американским политиком. Мы будем создавать свой список магнического по украинской коррупции. Мы будем делать их не рукопожатыми, которыми они де-факто уже являются, потому этот бедняжка должен или по баллам встречаться с людьми, у луарах балла, или где-то на Мальдивах отсиживаться. А мы сделаем их информально между собой. Потому что все должны понять, Украину нужно спасать от коррупции. Украинский народ заслуживает лучшей жизни. Как нигде, кстати, Польша про это напоминать. Посмотрите, где была Польша в 91-м, где находилась Украина в 91-м. Украина была намного богаче Польши, а сейчас Польша 5 раз богаче Украины. Вот результат этих лже-реформ, этих олигархов этих разводников и конкретно самого большого разводника за всю украинскую историю в недоразумении в виде Порошенко и его организованной преступной группировки. Украинский народ намного сильнее, выше, чем ОПГ Петра Мальдивского, Юрия Сейшельского и Арсена Бакинского. Вот то, что я хотел сказать. Прошу, будет. Украина. Скажите у вас, про літак, какого вы национируете? Это был приватный літак? Я не знаю, кому он мне належал. Я видел разные информации, я не знаю, его могли снять, арендовать, но это был приватный літак, так. Это был літак Бичкрафт, все, что я знаю. Там был так званый пассажир, то есть человек, который его арендовал. Это, естественно, был представник Парик, потому что он весь час молчал, просто спостерегал за мной. Но формально он был оформлен на него. То есть формально он не был оформлен на меня. И как было, когда они весь час вели диалог с Польшей про моё депортирование, Польша ответила, очень справедливо, что если я побежусь формально, если все процедуры были цивильными, и если права будут люди, все было сделано так, сгідно с правами и регуляциями, и еще раз если я погоджусь, они меня не принимают. И мы и так это знали. У них не было никакого погоджения, конечно, вы видели, как это погоджение не было. Я никогда не погодился, они меня загрожили, они сказали, мы тебя экстрадуем, в Грузии, я сказал, доброе, экстрадуйте, экстрадуйте, если у вас выйдет. Грузинская влада меня тоже боится. Проблема в том, что и грузинская влада, и грузинские ольгархи, и российская влада, и украинская влада, они все меня боятся, не хотят увидеть на этой территории. Вот и все. А как все сделано технично, нужно найти, кто это арендувал, кто за это платил, какая была конкретно, ну, почему, на чему это я не знаю. И когда меня спочатку меня посадили на гвинтокрил, я думаю, что меня на гвинтокрил будут до кордона дести, если честно. Я думаю, что они еще не таком будут коррестоваться. Но гвинтокрил был для того, чтобы найти возможность уникнуть от людей, которые могли так дорогу перекрыть или что-то. Они были переляканы, они весь час меня пригрожили в дороге. загрозы были такие, что я ... Во-первых, они все говорят только русский язык. Все эти бандерлоги говорят только русский. добре, цена проблема, но они тоже, как я с ним минулого разу, когда меня захопили, они все захопливаются Путиным. Они говорят, что Путин бы навел порядок, и у них что ни слова, то мать. И когда они говорят, что мы сейчас будем стрелять, я говорю, стреляют, и что? И будут стрелять, и все. и реально это просто этих людей надо с этими отрядами, когда это были отряды Януковлевича, они гоняли бандер, сейчас их используют бандит Аваков и Порошенко для своих бандитских целей, но их надо распускать, их этих людей должны наказывать. Они нескольких беркутов спустили, и этим все обошлось. Эти люди, которые со мной сидели первый раз фуриш, на этот раз разговоров никаких не было, мини-барсе, они при мне рассказывали, как они разгоняли Майдан. И эти же люди используются для людьми, пришедшим на крови Майдана, людьми, которые каждый день мотивируют свое пребывание в власти крови украинских солдат, они используют тех же людей, которые разгоняли и убивали Майдан. Это не вызывайте какого сомнения. Вот и все. какие польские влады и гарантии польской влады у вас есть? Нет, польская влада, вчера меня встречали члены польского сейма, когда они получили информацию о предыду, они очень быстро приехали, меня встречали польские прикордонники, со мной был документ, так называемый документ реадмиссии, они смотрели на него, и первое, что они спрашивали, это касается силы, я сказал, что так, потребен ли лекарь, у меня есть много синяков, но я не думаю, пока что не потребует вручание лекаря, и они запрашивали официально, потому что это официальная процедура польской влады, если я буду вертаться за политическим по рятункам Польши. На что я ответил, что нет, у меня нет таких намерей, я не буду вертаться, у меня в следующие дни решу, что дальше делать, но первое, что я буду, у меня плани побачить со своей родиной, в Нидерландии, это действительно так, в следующие дни, а дальше я буду двигаться по всей Европе, я буду заниматься политическим диагностям. Слушайте. А ви отримали дзвинки своих західних политиков, партнеров, кто-то поддерживает вас? Я сделаю это. Деньги министры сказал, что вы можете получить паспорт. Вы уже не хотите это делать? Нет. И, смотрите, как это произошло, это следовательно. Президент Порошенко decided I'm his most dangerous opponent. Otherwise, it's hard to explain what the set of measures he applied against me. First, more than a year ago, they registered our party on another person's name. and we had hard time, hard juridical battle. We are still in that battle to get full registration of our party back from that people. Second, they deprived me of my nationality in violation of international law because international law forbids expressly and Ukraine law the same to deprive a person of nationality that doesn't have any other nationality. I didn't have any other nationality so depriving me of nationality was clear violation of international law. But as a permanent resident of Ukraine and because I don't have residents anywhere else I went back and it was perfectly legal for permanent residents of Ukraine to go back. They enacted all kinds of obstacles against me. When I entered Ukraine they started a criminal case against me on charges of coup d'etat and getting illegal financings from abroad. And then yesterday a group of armed people I think around 40 of them entered a cafe where I was having tea with my friends seized me with brutal force put me into minivan drove me for 40 45 minutes or very fast to a helicopter the helicopter circled above Kiev for another 45 minutes on the way they were very they used brutal force they managed to shoot me all the time they almost strangled me from all sides and then they basically they put me on the plane and you know the rest now having said that it was totally legal because Polish side had clearly indicated that if ever I come back to Poland there should be my express expressly express consent that I want to go back to Poland and then Poles were willing to take me of course of course I never gave this consent and even more I have status of permanent resident of Ukraine and I am entitled to speak in Ukraine and I even had paper entitling me that needs to be extended every three months until March that I was entitled to be in Ukraine the reason why they did it because they are afraid that on 18 we have a big popular march against corruption in Kiev and it will be joined by all kinds of different politicians but it was initiated by us whatever Parashenko does I am an Ukrainian politician of course I I will stay as a Ukrainian politician and I will fight against corruption and corrupt oligarchy in Ukraine as well as in Georgia this is my clear goal I will do it from the time being from Europe because I am free to move here in Ukraine I was all the time harassed by police with illegal search with arrests with surveillance with open surveillance with they terrorize all our many lots of our activists but that will not stop us now we have mobilization in many places in Ukraine there are protest rallies next to state administrations in at least half of the regions of Ukraine right now after what they did yesterday on the 18th we have big mobilization in Kiev and I will find a way to get back when we have will have one million people in the states of Kiev within a very short foreseeable future and then they will have to leave power peacefully this corrupt elite that is plundering and killing Ukraine cannot stay in power they are killing any prospect of Ukraine they will lead to disintegration of Ukraine they will lead to balkanization of Ukraine they will lead to mass violence in Ukraine we need to do our best to avoid it and the West has to realize that status going in Ukraine is not realizable it's going to cost more Ukrainian lives and it's going to cost even the breakup of Ukraine and this is nightmare scenario which should never ever allow so I believe in the bright future of Ukraine Ukraine will be a superpower of Europe Ukraine will be as successful as Poland is but for that we need to change the corrupt Soviet elite that's killing them using more and more methods that look like methods of Vladimir Putin that for Ukraine is the general procurator of Ukraine the general procurator I return to this not from Lutsenka this not no I we will not it's a also the I 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 Я требую от него запустить меня до судових заседаний. Я хочу, чтобы меня запитывали. До речи, они сказали, что я не заявляюсь на допит. Абсолютно брехня. Только один раз, в пятницу, когда у нас была 100% информация, что меня будут запитывать на этом допит, я решил пойти на госпиталь и у меня была доведка, что я был у лекаря, я был у лекаря. Это был единственный выпад, когда я использовал своё право лекаря, потому что у меня были какие-то проблемы. Когда это был единственный выпад, я появился на все допиты. Но этих допитов не было много. Допит был только один. И были разные следы, но у меня были допиты по справе Майдана, допиты по снайперу, так называемым, грузинским. У меня было где-то 5-6 прав, по которым я проходил как свидетель, или как подозрю. Но по той справе, по так называемой справе державного переворота и грошей Курченко, я требую справедливого Украинского Суда. Если Луценко не брехал, когда он выступал в парламенте, а мы все знаем, что он брехал, но он же в Раде выступал. Как он может так не поважать Украинский закон? Он выступал и сказал, что я очень безопасный государственный злочинец. Если я злочинец, то я имею ответственность перед Украинским Судом. Почему я тут? Почему они меня сейчас не судят? Как можно так нахабно игнорувать какую-то правовую норму? У них же правники вообще нет в прокуратуре. Я понимаю, что Порошенко в университете не занимался навчанием, мы что-то делаем, мы деньги зарабатываем, но в прокуратуре же есть прокуроры. Их ручные прокуроры они есть. Почему я тут? Почему я сейчас не в суде? Почему я сейчас не в суде? Почему я сейчас не в опыте? Почему они сейчас не проводят следующие действия? Но я вам скажу, они так боятся, что я вернусь, что они будут оголошивать меня в розшук. Но если они меня оголошивают в розшук, то люди, которые мне позволили оставить Украину вчера, они должны ответить. Миграционная служба, Аваков, Державная прикордонная служба, или кто-то. Почему я тут? Я не понимаю. Я же, согласно с их заявкой, очень опасный государственный злочинец. Что? А ваши соратники вам звонили? Я вот так называю. что вы можете сказать в английском, что вы хотите предложить? То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, что вы хотите сказать? People are mobilized even more. We have today gathering of Ukrainian opposition, and I hope that at the Grametska Platforma, this is the civil platform, the Khrushchenko party, he mobilized everybody today. They are meeting, I think there will be Pimashenko and many others. We need to mobilize. If I can help mobilization, I will try to help mobilization of Ukrainian opposition. We'll get to the point when people will be in mass numbers in the streets, and you know, first time, last time I was deported from Ukraine by Yanukovych, during my done. I was on blacklist on the border when I entered here during my done. You know how I entered? I entered from Warsaw. For me, it's permanent itinerary. Warsaw, Kiev, Kiev, Warsaw. Sometimes I travel in comfortable jets, even special jets, but before they, of course, break my neck before that. But, I have this itinerary. So, last time when I came to Kiev, I was on blacklist, and they were not supposed to allow me. But, I was together with eight or ten members of European Parliament. Yanukovych was already shaking. So, they surrounded me, and they brought me to Kiev. And they looked at me when I was in have a mutant office in February JESSY. And they made me toertos in January 2014, and it looked like me. Я был в Варшаве, я был в черном списке украинских погранвойск. Естественно, меня никто не хотел пускать в Борисович. Я собрал в Варшаве большую группу европарламентарев, польских и других. Эльмар Брок там был, еще несколько других. Эльмар Брок был когда-то представителем из зонного комитета европарламента. Там был Гузик, там было Салафранко, там было много их видно в европейских парламентариях. Мы прилетели в Киев, естественно, пограничники не хотели меня пускать. Потом 10 европарламентарев меня окружило и провели меня в Украине. Я приехал на Майдан, выступил там, после чего через 3-4 дня Янукович вынудил меня в пастырь. Уехать из Украины под угрозой вытворения. Через несколько недель уехал Янукович и на другой же день я приехал в Киев. Поэтому эти маршруты для меня, Варшава-Киев, Киев-Варшава, то на частном самолете, то в сопровождении тупых спецназовцев, для меня очень известны и понятны. Поэтому в следующий раз это будет из одного из европейских городов, на обычном рейсе, пусть то там Кай-Лэм, или Лот, или там Люфтканзе, или Мау, или что бы там ни было, я спокойно прилечу Борисполь, меня спокойно встретят люди. И это будет в ближайшее время, потому что Порошенко приходит конец. Мы должны быть очень глупыми и слабыми, чтобы от него сейчас не избавить Украину. Но не может эта банда дальше управлять Украиной. Мы должны освободить украинский народ, чтобы спасти украинскую экономику, спасти гривню, избавиться от тарифов. Наконец-то начать узнать эту цифру экономического роста, создавать возможность для украинцев, чтобы они массово не покидали Украину, не выезжали, в том числе, например, в Польшу. Михаил Николозович, сколько планируете в Польше находиться? Я думаю, в ближайшее время, я же сказал об этом, я собираюсь увидеться со своими сыновьями, с родственниками Голландии, но я буду передвигаться после Европы. Польша – Европа, в Европе нет границ. Польша меня очень хорошо встречает, очень тепло. Я себя чувствую среди друзей здесь, но я буду двигаться. У меня дела в Украине и в Грузии тоже, но в первую очередь в Украине. Поэтому я не отделяю друг от друга. Если Украина выживет, то и Грузия будет хорошей формой. А ваши украинские соратники вам звонили отчора? Потому что покидок ваш Порошенко позбавил меня нелегально украинского гражданства. Я маю право не украинского гражданства. Когда я брал украинское гражданство, это не забаганка моя была, это не гра была. Это не потому, что у меня не было куда-то диваться. Потому что это мы, мы, сведомый, выбирь. На поре с украинского народу, против Путина и против Вадыгарсии. И не надо сейчас не лекции читать, пойти в Грузию разберись. Порошенко пусть в Молдавии разберется, Авата пусть в Армении тогда разберется. Может по этой логике пойдем? Будем смотреть на этничество людей. Это путь никуда. Когда в Украине управляют люди, которые их ненавидят, которые реально считают, что они просто ее временно оккупируют, а их дом где-то в другом месте, и когда они зарабатывают деньги за счет украинцев, и как реально Украина оккупирована этим олигархатом, играть в этническую карту Ахметову, Ахметов, что этнический украинец, Порошенко, когда я учился в университете, он по молдавской квоте был, Авата, что этнический украинец, как эти люди играют на этничестве карте? Не надо играть. Украина страна, где есть разные этничные группы, где все равны, где все равно это равноправие. Украина это и есть многоэтническая страна, и не надо рассказывать, что грузины убирайтесь в Грузию. Не надо это Авакову поднимать, не надо это Гройсману поднимать, не надо это Порошенко поднимать, не надо это Ахметову поднимать. Это не их тема. Не их тема. Украина живет поляки, мой пресеки дай, например, тут полячка, украинка. Что, может быть, я ее в пользу больше сейчас оставлю? Нет, 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 я может больше ее оставлю сейчас. Но вы бы хотели повернуть русский гражданство? Я буду возвращать все украинское гражданство, потому что Украина – это фронт свободы. Украина – это там, где решается судьба всех. Украина – это страна, которая почти много-много лет своей жизни. Украина – это страна, где нам нужно победить на благо украинского народа. И Украина – страна, где все этнические группы равны, и все этнические группы будут работать вместе на благо того, чтобы избавиться от олигархов, которые не имеют национальности. Их национальность и их родина – там, где их банковский счет. Они плевать хотели на Украину, независимо, даже если они не этнические украинцы. То, что они в Ишиманках ходят, это их делает больше украинцами? Когда для меня Украина тот, который не грабит Украину, не унижает Украину, не продает Украину, не продает в своей честь и совесть, которых у них нет, кстати, на каждом углу, не торгует национальным интересом. Вот это настоящий Украинец, независимо от их этнического происхождения. А эти люди, даже если они в Ишиманках, даже если они сто раз этнические украинцы, если они изменяют Украине, то для меня это такие же враги Украины, как все остальные. И поэтому, когда они говорят, что Грузин интересует Грузию, когда я это слышу от Авакова, ну неприлично как-то. Когда я это слышу от Порошенко, который за год до меня приехал учиться в Киев как молдаванин, и он не отрицал никогда, что он молдаванин тогда, неприлично как-то, некрасиво. Да, я грузин, я не отказываю, я очень горжусь тем, что я грузин. Но я был украинским гражданином, и я есть украинский гражданин. Я взял это гражданство очень сознательно. Я патриот Грузии большой, вместе с сотнями грузин, которые сражаются на фронте. Почему этих грузин, которые сложили голову за Украину, почему им никто не говорил, когда они умирали, что вы убираетесь все в Грузию? Почему украинцы, которые сражаются за Грузию, им никто не говорил? Тут маршал Пылсуцкий дал каждому грузину, который сражался за Польшу, каждому бойцу ОНР, который сражался за Польшу, польское гражданство. Порошенко обещал и кинул, как всегда. В отличие от маршала Пылсуцкого, тот был маршал Пылсуцкий, а это барыга в Приднестровске. Вот и вся разница. И он обещал и обманул. Люди приехали, сражались, сражаются, и он им не дал гражданство, хотя в парламенте обещал, публично. А здесь, когда люди сражались, им дали это гражданство, и в Украине эти люди приехали, и этот гражданство никто не отбирал. Тут в музее о восстании Варшавского есть отдельный памятник грузинским офицерам, которые я скрывал вместе с Лехом Качинским. Польша гордится грузинами, которые сражались за Польшу. И никто им не напоминает, никто им не говорил, убирайтесь сейчас Грузию. Как сказали грузинским офицерам, эти барыги из Банковой, убирайтесь в Грузию и с мешком на голову их отправили. Меня точно так же вчера надели на голову, светили фонарем в глаза. Точно это я понял, через что прошли наши офицеры, герои, которые сражались на фронте, их мешок на голову закинули, и так на вертолете выкинули из страны. И эти люди, украинцы, которые это делают, это враги Украины. Я не знаю, или они там чистокровные или нет, точно враги. Точно враги Украины. Поэтому играть в этнические темы, национальные темы, это не по-украински. Я был в Запорожской Сечи, там были поляки, чехи, французы, итальянцы, чернокожие, грузины. Все были. Основательным был Байдович-Невецкий, я хочу вам напомнить. Последним где-то он был Пилипорлик, белорус. И что? И сейчас, когда советские начатки радянского минулого в лице Порошенко говорят, пусть он себя уголовит в Грузию. А чего, кстати, меня в Грузию вчера не отправил? Он же говорил, что у меня там уголовного козума преступлений. Он сказал, что Саакашин не имеет права заниматься в Грузии, в Украине политикой. А когда он меня кричал, что я горжусь Саакашвили, он был моим однокурсником, я вам полностью верю. Ликван Юс Саакашвили, это два примера для подражания сингапурской и грузинской реформы. Это мои слова, вы лиливо. Как вот человек, который меняет свои взгляды так часто, который врет бесконечно, бесконечно собственному народу, какое моральное право он имеет управлять великой страной и ее доводить на ручки. Поэтому мне кажется, что украинский народ немедленно, немедленно должен подняться и немедленно мирно отодвинуть их от власти. Если кто-то думает, что они проведут обычный выбор 2019, этот человек, который крадет у своих солдат, который наживаясь на крови солдат, который крадет у бюджета, который все госсаказы оформляют на себя. Сейчас скандал скорой Богдана. Все остановились. Гладковский, его партнер, зарабатывал на топливе для армии, для скорых, для армии. Огромное количество денег. Порошенко стал бизнес-партнером Ахметова. И они зарабатывают огромное количество денег для чего? Для своих карманов. Эти люди не имеют морального права управлять Украиной. наша святая обязанность, долг перед Украиной, перед идеей свободы, перед демократией, перед идеей европейской идеи Украины. Помочь украинскому народу избавиться от этих кровопиц. Что тут непонятно? Мы, и Порошенко знал, Порошенко знает, что я умею организовать. Порошенко знал, я его был учительом революции оранжевого. Он со мной, кальденилу, каждое действие перед оранжевым революцией. Он точно знает, что я умею организовывать широкое народное движение. Но в отличие от Украины, это движение привело Грузик к большим реформам, большим прорывам. А Украине это привело к захвату олигархов. Поэтому он меня боится. Он меня боится, как черт ладан. Он меня боится больше, чем боится всех остальных. Почему? Потому что он знает, что я делал. Он у меня учился этому делу, но ничего так и не научился. Поэтому, потому что нельзя, я не могу учить его честность и порядочность. Это у тебя есть или нет? Он думал, что это все для пиара, для красоты. Михаил Николозович, ваши украинские соратники вам дзвонили відчора? Гриценко, Тимошенко, вам дзвонили відчора? Західні політики, можно ли? Украинские соратники, вы можете узнать, что вы можете узнать? Смотрите, я немного информально встретиться, но вчера, когда я здесь встретился, я встретил корень-министр, я встретил в Сейм. Я у меня преминая связь с всеми, от всех партинок. Я украинский партинок, и я украинский партинок, независимо от того, кто это кто. Министерство интерьера, мы увидим. Но, конечно, я имею в виду, но это очень формально. Я не имею в виду офисную позицию, как вы знаете, но я, конечно, в позицию, я имею в виду большинство admirателей. Для меня, в последнее время, я прошла два месяца здесь. Это было замечательное испытание. Я был так впечатлен по поводу, по поводу, по поводу ухода, по поводу, по поводу, по поводу. Первый раз я вернулся в Полан в Пулахе в 1910. И Украинaryn получилась на то, как я могу сказать. И сейчас это точно для вас. И я думаю, это форма для экономики, институционные будучи, к voltarу после Украины. И я обожаю за моменту, когда Украина будет в maior силу. Я верю на в будущем. Я верю в Украину украины. Украина в большинство. в будущем. Я считаю, что в полиции интересы украинские страны, украинские страны, украинские страны, украинские страны, украинские страны. И мы сможем уйти. Так что я могу сказать. Excuse me. Я уже сказал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok